Заболеваемость COVID-19 в Самарской области увеличивается ежесуточно. Рост показателей фиксируют во всех возрастных группах. За неделю на 7% выросло число заболевших коронавирусной инфекцией среди старшего поколения. В связи с этим на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 приняли решение продлить самоизоляцию для жителей старше 65 лет до 17 января следующего года. Непростой вопрос с блокировкой транспортных карт пенсионеров решили проработать дополнительно. Сегодня в Самарской области проживают более 520 тысяч граждан старше 65 лет. Социальные карты с транспортным приложением имеют более 370 тысяч жителей региона. Ежемесячно активируют социальные карты от 150 до 170 тысяч человек. Из этого числа старше 65 лет активируют карты ежемесячно 75-80 тысяч человек. И с Министерством транспорта отработана возможность, как заблокировать эти карты. И в том случае, если люди уже успели денежные средства положить на карту, есть возможность сохранить их за данными гражданами. Председатели общественных организаций ветеранов и пенсионеров поддержали меру с блокировкой транспортных карт. Но напомнили, что граждане старшего возраста, одни из самых дисциплинированных, они неукоснительно соблюдают правила безопасности и самоизоляцию. Кроме того, им помогают волонтеры. Глава региона Дмитрий Азаров поручил отложить пока блокировку социальных карт. Коллеги, вот у нас есть возможность с вами позвонить каждому ветерану, кто сегодня активирует карточку и находится в этом возрасте, 65+. Сделать в течение недели это возможно. Я бы предложил все-таки, прежде чем принять это решение, очень непростое. И давайте честно говорить, для многих людей просто обидные даже. Они просто нас не поймут. Они скажут, слушайте, мы соблюдаем, может быть, лучше всех. Но я теперь остановку не могу проехать до магазина там за молоком. Дмитрий Азаров поручил до пятницы представить решение, основанное на мнениях жителей губернии старше 65 лет. А также призвал объединить усилия волонтеров, министерств, муниципалитетов, общественников, включая старших по домам и советы микрорайонов, чтобы обеспечить пожилым гражданам комфортные условия и поддержку. Возможно, тогда и не придется идти на крайние меры ужесточения режима. Кроме того, горячее питание и продуктовые наборы для медработников, которыми их обеспечивали волонтеры, губернатор рекомендовал сделать обязательной нормой в Самарской области. До 17 января сохранится запрет нахождения несовершеннолетних в торговых центрах без родителей или законных представителей. А вот действующий режим обучения для школьников продлится до 29 декабря, а затем они уйдут на каникулы. Решение об организации обучения в третьей четверти будет принято после каникул с учетом развития эпидситуации. Продолжение следует... Продолжение следует...